Он извинится, если вы сделаете это. Как сделать так, чтобы человек, который обидел вас или даже ушел и порвал с вами отношения, вернулся и попросил прощения? Расскажу сегодня в этом видео. Действительно, есть особая техника, которая поможет создать ситуацию, где вы получили извинения от конкретного человека за его несправедливое отношение к вам. Даже если это вообще не свойственно этому человеку, и раньше он никогда у вас не просил прощения. Даже если он относится к категории тех упрямых людей, которые всегда правы в любой ситуации. Привет, с вами Елизавета Волкова, и я эксперт по исполнению желаний во всех сферах жизни. Особенно хорошо я работаю с темой личных отношений. Мои ученицы обретают любовь, встречают своих мужчин, выходят замуж, гармонизируют свои отношения с мужьями. Как так вышло, что я начала преподавать как метод налаживания личной жизни работу с мыслями? Все дело в том, что самая большая проблема в жизни у меня была в сфере любви. До 27 лет у меня вообще не было серьезных отношений. Я не верила, что когда-то вообще выйду замуж, боялась, что на мне венец безбрачия. Мужчины от меня уходили, бросали, не ценили. И мне ничего не помогало. Ни психология, ни советы замужних подруг. Поэтому я стала глубоко изучать силу разума, как это работает в любви. У меня оставалась буквально последняя надежда, что это может помочь. И это мне помогло. Сейчас я счастлива замужем за мужчиной моей мечты. И теперь помогаю женщинам так проработать свое сознание изнутри, чтобы их личная жизнь тоже наладилась. Мой подход работает очень круто. Поэтому прежде, чем я расскажу вам технику, как заставить мужчину извиниться, я хочу обратиться к тем из вас, кто сейчас находится в депрессии от того, что ваши отношения с мужчиной охладели. Вы не чувствуете себя нужной и любимой. Или он вообще ушел, бросил вас и не хочет общаться. Вас, девочки, я приглашаю на одно важное для каждой женщины мероприятие. Это мой бесплатный онлайн мастер-класс по отношениям. На нем я расскажу о моей авторской пошаговой стратегии восстановления отношений. Вы узнаете, как вернуть в вашу пару страсть, любовь, заботу со стороны мужчины. А если так случилось, что сейчас вы страдаете, потому что любимый ушел от вас, то как раз на мастер-классе вы узнаете, как вернуть своего любимого человека. И сделать это за 35 дней. При этом никак не контактируя с ним без унижений, слез и истерик. Вы узнаете главный принцип, основанный на силе собственного мышления, соблюдая который, мужчина вернется сам. Даже если сейчас вы думаете, что это ну просто нереально. Я уверяю вас, вы будете поражены результатом. Как и тысячи учениц моей школы. Прямо сейчас переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана и регистрируйтесь на мастер-класс. Это мой подарок для вас. Мастер-класс абсолютно бесплатный. Ссылка также в описании под этим видео. Переходите. А теперь вернемся к нашей сегодняшней теме. Как же сделать так, чтобы мужчина попросил прощения. Итак, какой вы сейчас в ситуации? Возможно, любимый человек сказал вам что-то очень обидное. Оскорбил, ранил, причинил вам боль. Проявил тотальное неуважение. Игнорировал вас. Обманывал вас. Или даже изменил с другой. Но перед тем, как мы перейдем к технике, важно, чтобы вы избавились от злости на этого человека. Уберите негативные эмоции. И это ранит вас и препятствует вашему благоприятному психологическому самочувствию. Так вы не можете испытывать высокие вибрации. Нельзя испытывать негатив по поводу ситуации. Вам нужно нейтрально себя чувствовать. Например, вы можете сейчас послать любовь своей злости или обиде. Обнять ее, посочувствовать сама себе. Важно понять вот что. Даже если кто-то с вами плохо обошелся, все это создали вы сами. Пусть неосознанно, на самом деле вы не этого вовсе хотели. Но своими мыслями или соответствующими установками в подсознании вы помогли ситуации проявиться в вашей жизни. Ваш партнер был лишь зеркалом. Поэтому, когда вы отпускаете ситуацию, перестаете мысленно ругать человека, прощаете его. Вы перестаете ругать себя и прощаете себя. Потому что тот человек и то, как он проявил себя по отношению к вам, это часть вас. И как только вы отпустите боль, агрессию и разочарование по поводу прошлых событий, вы автоматически поставите себя в более сильную позицию, в которой сделаете так, что он вернется и извинится перед вами. Именно так и будет. Но вот что интересно. Как только вы отпустите свою боль, разочарование и злость, вы почувствуете, что больше не нуждаетесь в извинениях. Да, вы были бы не против, но по сути вам это уже не нужно. Потому что вы очистились, убрали у себя все эти негативные эмоции, вы излечили сама себя. И в этот момент вы начинаете чувствовать себя просто волшебно, наполненно. И вам уже не нужны никакие извинения. Да, было бы неплохо, чтобы он извинился, но вы уже не нуждаетесь в этом, как раньше. Вы можете не согласиться и подумать сейчас, что справедливость должна восторжествовать. Ведь вас обидели, поступили с вами нечестно, предали вас и вытерли об вас ноги. Но дело в том, что когда вы отпускаете ситуацию, вы в результате будете освобождаться от необходимости получить эти извинения. Потому что единственное, что важно и ценно сейчас, это вы сами. Сохраняйте состояние гармонии и наполненностью внутри себя. И в этом вам поможет такая аффирмация. Все так, как должно быть. Все хорошо. Я не жертва. Я создатель своей реальности. Я создаю хорошее состояние внутри себя. Я забираю силу себе. Все хорошо. Да, возможно, не так идеально, не так, как вы хотели бы в своих мечтах. Но в целом ведь все хорошо. Когда вы сами говорите себе и думаете, что в вашей жизни все хорошо, с каждым днем все начинает улучшаться. А теперь та самая техника, которой я обещала с вами поделиться в самом начале видео. Выполняйте ее перед сном, либо в любое другое удобное для вас время. Закройте глаза и подумайте о своем человеке. Представьте его и мысленно скажите следующие слова. Я дала тебе силу отвергнуть меня. Несправедливо обходиться со мной. А теперь я забираю у тебя эту силу. Представьте, как ваш любимый человек отдаляется от вас. Он становится все меньше и меньше, все дальше от вас. И сейчас вы только видите маленькую точку на горизонте. А теперь представьте, что он снова возвращается к вам, медленно приближается. Он тянется к вам. Он рад вас видеть. И ему не терпится что-то сказать вам. И он своим взглядом будто умоляет вас. Только не отвергай меня. Не отдаляйся от меня. Я так хочу быть с тобой. Но вы продолжаете отдалять его от себя. И снова видите лишь маленькую-маленькую точку. И затем вы снова позволяете ему приблизиться к вам. Но что же теперь изменилось? Совсем другая энергия исходит от вашего человека. Он хочет извиниться. Он подходит к вам и говорит. Я был неправ. Я сделал большую ошибку. Не знаю, как теперь все исправить. Но я сделаю все, чтобы теперь быть с тобой. Я виноват. Прости меня. Почувствуйте вашу с ним связь. Почувствуйте искренность в его словах. И увидите, как сейчас вы вдвоем испытываете огромное чувство благодарности, легкости, освобождения. Теперь у вас есть второй шанс для того, чтобы создать невероятно прекрасные любовные отношения. А теперь откройте глаза. Потянитесь. Встаньте. Пройдитесь по комнате. А затем снова примите удобное положение и повторите эту визуализацию. Сделайте так три раза и минимум три дня. И знаете что? Вы будете поражены эффектом. Он извинится, вернется и захочет снова быть с вами. Когда эта практика сработает, обязательно вернитесь. И напишите в комментариях, как это произошло. Что изменилось в вашем человеке? И что изменилось внутри вас? Жду ваших комментариев. Пока!